всем привет в эфире познавательная программа дети большого толка в ней мы стараемся рассказать вам удивительные факты самое интересное из астрономии биологии географии и анатомии необычные факты яркие сюжеты и увлекательные экскурсии все для вас дорогие зрители наша планета называется земля но правильнее было бы назвать ее вода ведь именно вода занимает 70 процентов массы нашей голубой планеты без воды человек может прожить всего 5 дней вода источник жизни а еще это удивительная жидкость наша сегодняшняя программа посвящена научным фактом о воде вода это часть неживой природы она содержится в морях океанах реках озерах в атмосфере и глубоко под землей протекая по различным горным породам она растворяет минеральные и органические вещества но все ли вещества могут растворяться в воде а все ли растворенные безвредны для человека и других живых существ вода универсальный растворитель что позволяет растениям получать питательные вещества из почвы так растения поглощают воду из земли через корни вода растворяет питательные вещества в почве и переносит их к листьям растений где они используются для роста и развития в организме человека вода тоже выполняет функцию растворителя и универсального транспорта растворяя и доставляя питательные вещества каждой клеточке например минеральные вещества витамины жиры и углеводы без воды питательные вещества просто не будут усваиваться но любая ли вода полезна для человека еще вода имеет очень высокую теплоемкость это значит что она может поглощать большое количество тепла не нагреваясь при этом вспомните как летом можно идти вдоль берега моря или озера песок будет обжигающий горячим а вода прохладной все мы знаем что жизнь зародилась воде и это еще одно и удивительное свойство благодаря воде на планете сформировался климат и погода вода составляет 75 процентов масса животных и 90 процентов масса растений а человек состоит из воды на 80 процентов жизнь на планете возможно только при наличии воды вода может быть в трех состояниях жидком газообразным и твердым состояние воды зависит от температуры если на улице тепло то вода жидкая на морозе вода замерзает и превращается в лед а еще вода умеет расширяться при замерзании это означает что лед менее плотно чем вода и поэтому он плавает на поверхности это свойство воды очень важное для жизни на земле поскольку она позволяет озерам и рекам не замерзать до дна обеспечивая среду обитания для живых организмов вода живительна но если животные насекомые могут пить воду из реки или озера то нам с вами для жизни нужна чистая питьевая вода задумывались ли вы о воде которую мы пьем знаете ли вы чем отличается артезианская вода от фильтрованной правда ли что кипячение убивает полезные вещества чтобы узнать ответы на все эти вопросы мы отправимся к экспертам которые расскажут нам очень много важного и интересного итак мы на территории предприятия по розливу питьевой воды здесь работают специалисты технологи которые знают какая именно вода полезна для человека оказывается за жизнь каждый из нас выпивает примерно 35 40 тонн воды и такое ее свойство как растворимость о котором мы рассказывали бывает вовсе не полезным для человека ведь вода вбирает в себя не только полезные вещества но и вредные выбросы и газы микробы и бактерии с развитием промышленности с каждым годом в почве накапливается все больше выбросов например весной когда тает снег вся грязь мусор частицы микропластика и вредные вещества попадают в реку обь поэтому поверхностные воды не всегда пригодны для питья такая вода вредная а вот артезианская вода совсем другое дело что же такое артезианская вода эта вода которая находится глубоко под землей при этом воды могут залегать на разной глубине есть воды которые залегают на небольшой глубине это грунтовые воды и соответственно них влияют те поверхностные источники которые средства могут через почву попадать загрязнения к ним артезианская вода это та вода которая закрыта от тропогенного воздействия которая находится глубоко по земле причем чем глубже источник тем он более надежно защищен от воздействия деятельности человека. Вода – универсальный растворитель, и протекая по различным породам, она насыщается минеральными элементами. Однако, чтобы стать полезной для организма, из артезианской воды необходимо удалить вещества, которые находятся в ней в избыточном состоянии. Например, соединение железа, марганца, органические вещества. И сохранить полезные для организма, такие как кальций, магний, калий, натрий, фтор. Для этого используется многостадийная линия водоподготовки, на которой и проходят все эти процессы. Еще питьевая вода может не только утолить жажду, но и быть источником макроэлементов и отличной профилактикой дефицита микроэлементов. Жители нашего края испытывают недостаток данного важного микроэлемента, как йод, который нужен нам для умственного и физического развития. Полезная вода с йодом помогает восполнить на 70%. Потребность организма в данном микроэлементе. Силен в воде активизирует иммунитет, фтор укрепляет зубную эмаль, магний поддерживает работу нервной системы мышц и сердца, а калий восстанавливает водно-солевой баланс при активном образе жизни и занятиях спортом. Доказано, что вода с кислородом улучшает умственную работу, повышает устойчивость к физическим нагрузкам. Мы находимся в химической лаборатории. Здесь, с помощью специальных реакций, мы можем проверить, какие полезные вещества содержатся в этой воде. Итак, теперь мы берем маленький стаканчик с реактивом и переливаем в нашу колбу со следуемым раствором. По вашей реакции я вижу, что все заметили переход цвета из такого малинового яркого в насыщенный фиолетовый. То есть вот такой вот анализ ежедневно в нашей лаборатории проводят химики-технологи, контролируя воду на содержание кальция, так как этот элемент, как и все остальные, он имеет свою норму. Итак, смотрим внимательно. Все заметили, что цвет у нас был ярко-такой насыщенный, оранжевый. А теперь, да, а теперь вещество у нас полностью изменило свой внешний вид и структуру. Я ему извергалась прям, как вулкан. Да. Итак, сейчас мы с вами увидели, как кислород принципиально изменил химическое вещество. Теперь давайте отправимся в микробиологическую лабораторию и посмотрим, как проводят контроль безопасности воды. Посмотрите, вся посуда и приспособления обрабатываются огнем. Это необходимо, чтобы в пробы не попали микроорганизмы. А далее проба помещается в специальную питательную среду и в термостат с температурой 37 градусов. Это температура внутренней среды человека. Такому контролю подлежит каждая партия ежедневно. Только после тщательных лабораторных исследований, когда убедились в качестве безопасности произведенной продукции, воду доставляют домой, в офисы, школы и детские сады. Казалось бы, от вредных веществ в воде можно легко избавиться, просто прокипятив ее. Но так ли это? Насколько кипяченая вода полезна и безопасна для человека? Давайте сначала разберемся, зачем вообще люди кипятят воду. Прежде всего, это направлено на то, чтобы вода была безопасна. То есть кипячение – это воздействие высокой температуры, которое, собственно, способствует тому, чтобы в воде не было микроорганизмов никаких. Но при этом, если в процессе кипячения мы кипятим именно водопроводную воду, в которой есть хлор, то за счет температуры воздействия реакции это часто быстро происходит. Это неблагоприятно сказывается в целом на то, что там могут образоваться новые соединения, которые вредны для организма. Соответственно, если есть в воде другие элементы, например, мы берем воду со скважины, которая не прошла очистку, и проходит она кипячение. Соответственно, эти соли могут просто оседать у нас на нагревательных элементах, что же не способствует тому, что она как система очистки не работает. Кстати, вы знаете, что у детей и взрослых разные потребности в полезных элементах и требования к безопасности такой воды намного строже. Например, существует вода специально для детей с самого рождения. Что же особенного в воде для малышей 0+. Такая вода оптимальна по составу для растущего маленького организма, подходит для питья, приготовления напитков и восстановления сухих смесей для маленькой крохи. Удобную бутылочку и пробку-непроливайку оценят мамы и доставят удовольствие малышам. Процесс производства такой воды происходит под строгим контролем технологов-специалистов лаборатории. Сегодня мы побывали у специалистов, которые знают все о чистой, безопасной и полезной воде и узнали много нового и интересного. Оказывается, вода может ежедневно делать нас умнее, сильнее, энергичнее. Да, стоило задуматься о воде, которую мы пьем, и найти ответы на наши вопросы. Мне понравилось то, как мы проводили опыт с кальцием, потому что это было в первый раз, но это было так интересно. Я сегодня узнала, что есть в воде полезные элементы. Это кальций, магний, калий, фтор. Я узнал много интересного. Одна бутыль, например, заполняется за 11 секунд. Мне понравилось, как мы всякое там химичили. Мне понравилось то, что тут очень работящие и добрые люди. Мне понравилось, когда мы были на самом производстве, и особенно меня впечатлило количество бутылок. В нашей программе есть постоянная рубрика «Рецепт шедевра». В ней школьники пишут картины под руководством известных художников. И поскольку этот выпуск посвящен воде, то и картины будут морскими, хоть и сказочными. Напишем «Золотых рыбок» с помощью акриловой краски и художественного золота. Здравствуйте, дорогие дети! Сегодня мы продолжаем наши уроки рисования. Марина Аджинян – барнаульская художница. Свободно говорит на армянском, грузинском и русском языках. Детство провела в Грузии. Марина много лет посвятила живописи. Окончила институт культуры, трудилась дизайнером текстиля на фабрике. Придумывала принты для детской одежды. Художница работает в разных стилях и техниках. Пишет картины маслом и акриловыми красками. Расписывает стены, одежду и елочные игрушки. Марина Аджинян – участник нескольких выставок в Барнауле, в том числе персональных. Преподает живопись для детей и взрослых. Сначала в художественной школе детей учат, что в мире сотни тысяч оттенков. А потом в художественных академиях – как написать портрет, используя всего два цвета. И то, и другое правильно, и то, и другое сложно. Просто есть реализм, а есть стилизация. Стилизация – это когда мы придумываем себе условия, какой будет работа, каков ее стиль. Вот сегодня мы пишем голубым и белым с добавлением золота. Не стараемся, чтобы наши рыбки были объемными. Они могут быть плоскими, словно елочные игрушки из фольги. И такими же сияющими. Эту картину мы пишем широкой кистью, большими размашистыми вертикальными мазками. Поскольку рыбки декоративные, сделаем им четкий жирный черный контур. Ну а раз они сказочные, то можно глазам и улыбку добавить. Пусть будут добрыми и исполняют желание. Чешую при стилизации можно сделать любой – в виде точек, колечек, палочек или квадратиков. Еще один лайфхак для красоты – делать двойную обводку – и черную, и белую одновременно. Вот и все. С помощью контрастных цветов – голубого и золотого – мы создали стильную и красивую интерьерную картину. И вы тоже старайтесь учиться рисовать каждый день. Это очень приятное занятие – создавать красоту. В нашей программе вы можете узнать много интересного. Как паук может плести паутину? Как пчелы находят свой путь домой? Как растения могут получать энергию из солнца? Как бактерии могут вызывать болезни? И как люди могут использовать науку, чтобы улучшить жизнь? На производство чашки кофе уходит 200 литров воды. Имеется в виду, что пока для одной вашей чашки растут зерна. Только одно дерево должно потребить 200 литров водного ресурса. Еще один пример – пшеница. Для выращивания золаков на два кусочка хлеба нужно потратить 100 литров воды, а на выращивание одного килограмма риса уходит целых 4000 литров жидкости. На сегодня это все. Мы желаем вам хорошей погоды и только хороших новостей. Любите науку, изучайте новое, помогайте близким и дарите им радость. Мы желаем вам роста и развития, сил и добра. Пока-пока. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok